Жизнь Рамануджи. Глава 7. Изгнание из Шри Рангама. Часть 1. Куреша во дворе царя Колутунги В те времена Шри Рангам был частью владений царя Чхолы Колутунги I, который сделал своей столицей Канчипуром. Хотя во времена ему начарьи Чхолос стал преданным Господу Нараяны, Колутунга был великим преданным Господу Шивы и объявил Вайшнавов своими врагами. Он хотел, чтобы все преданные Господа отреклись от своей веры и предались одному Господу Шиве. Господь Шива – самый могущественный из полубогов. И все-таки он не относится к той же категории, что и Верховная Личность Господа. Поэтому Вайшнавы отказались оставить свое поклонение Господу Вишну, который соответствует заключению всей ведической литературы. Колутунга прекрасно знал, что Романуджи был великим очарьей Вайшнавов Индии и решил, что если ему удастся склонить его к поклонению Шиве, то другие преданные тоже отрекутся от своей веры. Царь думал, что даже если Романуджи не согласится оставить поклонение Господу Нараяне, он все равно сможет утвердить превосходство Господа Шивы, приговорив Романуджи к смертной казни. Приняв такое решение, он послал гонца в Шри-Рангам, приглашая Романуджи вместе с его гуру Махапурной в Канчипуром для встречи с тарем. Не догадываясь о недобром намерении Колутунги, Яти-Раджи согласился пойти с ними и отправился в Ашрам, чтобы собраться в дорогу. Куреша, однако, посмотрел на этот вопрос глубже и немного погодя сказал Романуджи. Я уверен, что Царь ждет вашего прихода в Канчипуром лишь для того, чтобы покончить с вами. Прошу вас, не ходите туда. Пока вы живы и проповедуете истинную религию преданности Господу, это благо для всей земли. Для такой падшей души, как я, опаленных страданиями материального существования, вы – единственное прибежище. «Позвольте мне пойти вместо вас. Наденьте эти белые одежды греха с Хаашрама, а я надену одеяние саньясы и пойду с людьми царя. Таким путем вам удастся избежать их западни». Подумав немного, Ятираджи принял предложение Куреши. Одевшись в костюм своего ученика, он незаметно выскользнул из храма и быстро пошел к лесу на западной окраине города. Говинда и другие преданные тоже один за другим покинули город и присоединились к Романуджи в лесу. Между тем, Куреша в одеянии из Данды Саньяси предстал вместе с Махапурной перед людьми царя, которые сопроводили обоих вайшнавов в город Канчи, не заметив их трюка. Махапурна тоже прекрасно понимал, какая опасность ему угрожала, но он был уже так стар, что не мог уйти из Ширирангама с другими преданными, и поэтому был совершенно счастлив оставить этот мир, если такова будет воля Господа. Махапурна Прибыв во дворец, Куреша и Махапурна пошли к царю, который встретил их почтительно и позаботился о том, чтобы их устроили надлежащим образом. Около Тунги были все в основании для того, чтобы уважать Романуджу, потому что Ачарья избавил его родную сестру от злого духа, когда царь был еще восьмилетним мальчиком. Однако память об этом не заставила его изменить своего намерения. Он хотел либо принудить Етираджу отречься от Господа, либо лишить его жизни. Через несколько дней царь собрал всех своих шиваитов-пандитов и послал за двумя преданными, все еще принимая Курешу за Етираджу. Когда Куреша и Махапурна вошли в собрание, Кулу Тунга почтительно обратился к ним. О, святые люди, садитесь, пожалуйста. Мы пригласили вас в свой город лишь для того, чтобы послушать благоприятные беседы на духовные темы. Все ученые моего города собрались здесь, горя желанием поговорить с вами, потому что ваша репутация широко известна. Скажите нам, пожалуйста, в чем заключается долг таких людей, как мы? О, царь и пандиты, ответил Куреша решительно. Господь Вишну, защитник всех миров, является верховным господом для всех. Поэтому долг каждого человека, каким бы ни было его положение в жизни, просто предаться ему с любовью только и всего. Услышав эти дерзкие слова, царь Кулу Тунга пришел в ярость и злобно сказал Куреша. Я слыхал, что вы великие ученые и святые, но теперь я вижу, что вы мошенники, потому что вместо Шивы, который является господином и разрушителем всех миров, вы поклоняетесь Вишну. Вы немедленно должны отказаться от этой глупости. Послушайте этих великих ученых, которые объяснят вам заключение всех священных писаний, и станьте преданными Господа Шивы. Если вы откажете и отвергнете их чистое учение, то ни один из вас не останется в живых и не увидит больше рассвета. Придворные пандиты тут же начали представлять свои ложные заключения, пытаясь с их помощью доказать, что Шива является Верховным Господом. Однако, благодаря своим обширным познаниям в священных писаниях, Куреша и Махапурна смогли легко опровергнуть их аргументы. В конце концов, царь, выйдя из себя, закричал «Довольны этих споров! Если вы хотите спасти свою жизнь, то признайте, что нет никого, кто был бы более велик, чем Шива!» Куреша насмешливо ответил «Ну почему же? Даже дрона больше Шивы!» Это была игра слов, так как Шивы и дроны назывались также единицы измерения веса, из которых дрона была тяжелее. Говоря это, Куреша прекрасно знал, что таким образом неизбежно приблизил свою смерть. Но он почитал за великое счастье пожертвовать жизнью ради спасения своего гуру. Преданный Господа известен как Абхая, бесстрашный, поскольку он принимает прибежище только у Господа Гари. Таким образом, Курешу нисколько не трогали страшные угрозы Клутунги, но мысленно он начал молиться. О Господь Хари! «Понимая, какую милость ты оказываешь мне, позволяя слушать эти раджи таким образом, я могу в какой-то мере осознать смысл утверждения Ширьи Муначарьи. Я предлагаю свои поклоны тебе, безграничному океану милости. Даже этот могущественный царь и его гордые ученые ничего не знают о твоей безграничной славе. Но ты раскрыл ее, такой незначительной личности, как я, чтобы укрепить мою преданность и смирение. Мог ли я когда-либо надеяться на большее счастье? Мог ли я когда-либо надеяться на большее счастье? Мог ли я когда-либо надеяться на большее счастье? Видя, что своим ответом Куреша хочет оскорбить его, Гулутунга и все его пандиты разразились гневом. Царь приказал схватить и связать обоих вайшнавов. Когда это было исполнено, он сказал своим придворным «Уведите отсюда этих двух богохульников и выколите им глаза. За то, что они говорили в нашем присутствии, они заслуживают смерти, но поскольку Романуджи когда-то спас мою сестру от злого духа, я оставлю им жизнь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повинуясь этому жестокому приказу, люди царя увели Курешу и Махапурну в укромное место и, подвергнув разным пыткам, выкололи им глаза. Несмотря на жестокую боль, которую они были вынуждены переносить, сердце Куреша было спокойно, и он молил Господа Нараяна простить его у мучителей. Он был рад принять эти великие муки ради своего духовного учителя. Когда люди царя сделали свое дело, Куреша встал перед ними со сложенными руками и сказал «Да благословит вас Господь Нараяна за то, что вы дали мне возможность служить таким образом моему гуру». Слыша эти слова и видя, с каким спокойствием и смирением держится Куреша, даже эти жестокие люди ощутили благоговейный страх. Позвав сидевшего неподалеку нищего, они дали ему денег на расходы и приказали отвезти двух преданных в Шри Рангам. Однако жестокая расправа, которой люди Кулутунги подвергли слабое тело Махапурны, оказалась выше его сил. Он лег на дорогу, положив голову на колени Куреши и сказал «Тебе придется идти в Шри Рангам одному, потому что пришло время, когда я должен покинуть этот мир». В этом нет ничего печального, поскольку мой ум сосредоточен на Шри Емуначарии, и я жажду воссоединиться с этой великой душой. Когда ты вновь встретишь моего возлюбленного ученика Романуджу, поклонись миллион раз его стопам от моего имени. С этими словами Махапурна ушел из этой жизни, медитируя на стопы своего гуру. Романуджу 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 Вскоре после этой жестокой расправы царь Кулутунга заболел неизлечимой болезнью и умер. Все неблагоприятно для того, кто причиняет страдания преданным Господа. Царством Чолоса стал править Викрам, сын Кулутунги. Позднее Викрам Чола принял инициацию у Романуджи и стал преданным Господа Вишну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok